Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что пришли к нам. Скажите, пожалуйста, Холодная война – это какое-то уникальное явление в истории человечества? Как мне представляется, абсолютно да. Такого никогда не было. Это абсолютно уникальный опыт. Какой главный итог Холодной войны? С одной стороны, мы научились говорить друг с другом, с другой стороны, мы научились не понимать друг друга. Сегодня мы говорим о начале Холодной войны, одной из самых интересных, самых обсуждаемых тем в нашей истории. Тема, которая затронула практически всю вторую половину XX века. Холодная война вышла из войны горячей, из Великой Отечественной войны, когда в апреле 1945 года в прекрасном городе Тарнау на берегу Эльбы встретились войска 1-го Украинского фронта с 1-й армией США. Это была очень теплая встреча. До сих пор существует выражение дух Эльбы, эпоха Эльбы, ощущение Эльбы. Люди прекрасно понимали, что большая кровопролитная война закончена, что, в общем-то, все мучения, все жертвы позади. И просто радовались встрече друг с другом такими непонятными, неизвестными друг другу людьми. Американцы, русские, европейцы. И европейцы из Восточной Европы. Но, естественно, простые люди не знали, что уже в этот самый момент готовится новая война, которая потом станет холодной. Тут надо вспомнить, что еще задолго до 1945 года, до Эльбы, в 1944 году Уинстон Черчилль вылетел в Москву. Причем так мы сейчас говорим «вылетел в Москву». Это для нашего современного человека взял билет и полетел. В то время он летел до Каира. В Каире была очень жесткая посадка. Шасси самолета разбилось из Каира обходными путями. Он вынужден был лететь в Советский Союз. При посадке в Москве пилот перепутал аэродром, сел совершенно не там. Пришлось опять поднимать самолет, и, наконец, он принял на центральный московский аэродром, где его с восторгом встретил Молотов. Эта встреча многократно описана, кстати говоря, в мемуарах самого Черчилля. Все отмечают, что встреча была в крайне дружественной, теплой обстановке. Черчилль со Сталином ходили в Большой театр, где им аплодировали с восторгом все присутствующие. Но приехал он, конечно, в Москву не для аплодисментов, не для теплой встречи, а для так называемого процентного соглашения. Это удивительный совершенно документ, который сохранился на листочке бумаги, поделена восточная Европа, с процентами. 90% Болгарии отходят Советскому Союзу, 10% – Великобритании. 90% Греции отходят Великобритании, 10% – Советскому Союзу. Венгрию, например, поделили пополам – 50 на 50. Циничность этого документа впечатляет, и, надо сказать, присутствующие прекрасно понимали, когда рукой выставляли эти проценты, что они делают. Две великие державы, а Великобритания на тот момент – великая держава, готовились к послевоенному устройству мира, к тому, как жить после того, как главная объединяющая сила пропадет, общий противник, и когда великие державы останутся один на один, друг с другом, не имея того, что их соединяло. Эта система разделения мира на зоны влияния потом получила название Ялтинско-Подздамской, была оформлена во время Ялтинской конференции, потом дооформлена в Подздаме. Надо сказать, что, собственно говоря, сами по себе решения во всех их подробностей никогда не были осуществлены. Например, решения по Польше, по послевоенному разделению Германии очень сильно были скорректированы впоследствии, но принципиально важен был сам факт фиксации разделения мира. Слово «железный занавес» еще никто не произносил, его даже не придумали, но существование некой линии, которая разводит великие державы по разные стороны, здесь очень четко прослеживается. Силы двух систем, которые поделили мир на Поздамской конференции, были далеко не равны. Хорошо известно, что во время конференции президент США Трумэн сообщил Сталину одну маленькую приятную для себя новость о том, что США обладают атомной бомбой. И спустя неделю, 6 августа 1945 года, произошла бомбардировка знаменитой Японии, где была продемонстрирована сила этого атомного оружия. Советский Союз в тот момент еще не обладал атомной бомбой, она появится только в 1949 году. И этот новый фактор позволял совершенно иначе подходить вообще к разговору двух великих держав, двух сил. Но помимо того чисто военного преимущества, которое появилось у Америки в результате атомного оружия, существовало и совершенно иное преимущество. Преимущество экономическое. Мы должны вспомнить, что в ходе войны промышленность США увеличилась практически на 50%. Сельское хозяйство, условно говоря, на 36%. Об этом идут споры. Но, безусловно, экономика США имела колоссальное преимущество над советской экономикой. Мы прекрасно понимаем, что представлял из себя Советский Союз после Второй мировой войны. Это разрушенные города, это миллионы убитых, это отсутствие мужчин в селах, это страна, пережившая колоссальную катастрофу Великой войны, принесшая для победы колоссальные жертвы. И это, безусловно, крайне серьезно ударило по экономическому потенциалу Советского Союза, по ресурсам Советского Союза. Это с одной стороны. С другой стороны, ощущение некого превосходства давало возможность тем, кого мы сегодня ласково называем западные партнеры, возможность строить самые грандиозные планы. Уже весной 1945 года еще шла война, еще вот ожидалась только встреча на Эльбе. Чельщик разрабатывает план под замечательным названием «Немыслимая». В плане идет речь о вооруженном противостоянии Советским Союзом. Надо сказать, что английские военные оказались куда более здравомыслящие, чем политическое руководство. Они сказали, что сейчас Англия просто не способна к столь решительным действиям. Однако направление этой мысли весьма и весьма характерно. А появление нового фактора, атомного оружия, еще больше перевернуло сознание людей. Первый раз термин «холодная война» в том виде, в котором мы его знаем, ввел в оборот хорошо известный русскому читателю Джордж Орвелл. В газете «Трибун» он опубликовал статью под названием «Ты атомная бомба». В этой статье речь шла о новой реальности, которая наступила после появления атомного оружия. И Орвелл ничего плохого в этом не видел. Он считал, что сама по себе разрушительная сила атомного оружия является определенной гарантией того, что человечество не решится его использовать и вынуждено будет договариваться. Надо сказать, что Орвелл в этом смысле оказался правительством. Потому что действительно появление атомного оружия привело к тому, что «холодная война» так и не превратится в «горячую». Что люди перед лицом смертельной опасности вынуждены будут учиться договариваться. Однако прежде чем это умение было достигнуто, прежде чем сам по себе переговорный процесс был наважен, должно было пройти значительное время, должно было произойти некое изменение в головах политиков, в головах людей. А в 1946 году казалось, что в общем победа в новой «холодной войне» не за горами. И в городе Фултоне в 1946 году, 5 марта, наш хорошо знакомый Черчик, который недавно был в Москве и договаривался со Сталином, теперь в присутствии Трумана, президента США, произносят знаменитую фултонскую речь, где объявляется о том, что занавес «железный спущен». Между прочим, в Советском Союзе эта речь не была никогда опубликована. Советские люди знали ее только из сообщений ТАСС и из интервью великого вождя товарища Сталина, который 14 марта, обдумав, что сказал Черчилль, дал пространное интервью газете «Правда», в которой прокомментировал фултонскую речь в том смысле, что это объявление войны Советскому Союзу, что Черчилль может быть сравнен с Гитлером, что это англосаксонский расизм, и что мы стоим на пороге великого противоборства. Если откинуть такую идеологическую демагогию, клише, свойственное для «Правды» того времени, то надо сказать, что итоги были подведены вполне себе адекватно. Действительно, фултонская речь означала разделение мира на два лагеря, что и было подтверждено чуть позже в знаменитой речи Трумана в Конгрессе в 1947 году. Речь произносилась по локальному поводу о положении в Греции и в Турции, противоборстве двух систем на этом маленьком участке. Но речь имела гораздо более глобальные последствия. Она получит название «Доктрина Трумана», потому что впервые было совершенно четко сформулировано, что Соединенные Штаты и их союзники готовы давать отпор, вплоть до вооруженного отпора, везде, где Советский Союз постарается навязать свою волю. В любую точку мира объявлялась зона противоборства коммунистической системе. И надо сказать, что было чему противоборствовать, потому что в тот момент идейное влияние Советского Союза, коммунистической идеи, коммунистическое настроение было очень велико. В Европе в очень многих странах коммунистические партии являются либо крупнейшими, либо имеющими очень серьезную силу. А если взять там такие ключевые страны, как Франция, Италия, коммунистические партии просто крупнейшие и одерживают очень серьезные успехи на выборах. Доктрина Трумэна, политическая доктрина, очень тесно связанная была экономическая доктрина, которую развивал госсекретарь Соединенных Штатов, фамилией хорошо известный Маршалл. Его фамилией была заглавлена «План Маршалла». Это план помощи Европе, экономической помощи со стороны Соединенных Штатов. И хотя официально он никогда не рассматривался как составная часть доктрины Трумэна, тем не менее, безусловно, он был ее продолжением, ее развитием и ее основным инструментом. Суть плана Маршалла состояла в том, что Европе оказывается очень серьезная помощь, и это был шанс для Западной Европы, также разоренной войной, на восстановление, на возвращение нормальной жизни. Именно поэтому большинство стран и с воодушевлением отозвалось на предложение Маршалла. Правда, была одна подробность. За экономическую помощь надо было платить, во-первых, политической лояльностью, а во-вторых, очень серьезным допуском в свою экономику и американских компаний, и американских специалистов, и целым рядом ограничительных условий по торговле и взаимодействию с восточным блоком советским. И тут мы подходим к другой части. Мы уже говорили о том, что с помощью доктрины Трумэна, с помощью плана Маршалла, с помощью последовавшего вскоре за ним в 1949 году оформления военно-политического блока, НАТО, был выстроен блок так называемых западных стран, то, что называлось коалицией, противоборствующей коммунизм и тоталитаризм. Теперь необходимо понять вообще, что происходило по другую сторону железного занавеса. Мы говорили о Потсдамско-Ялтинской международной системе, о тех замечательных процентах, которые на листочке бумаги выводили Черчилль со Сталином. Так вот, в центре противостояния лежала судьба Восточной Европы. Страны, имевшие ключевое геополитическое значение, это Польша, Чехословакия, это Балкан, так называемый пороховой погреб Европы, и превалирующее влияние великих держав в этих странах. Если по некоторым вопросам удалось договориться достаточно безболезненно, как, например, о смене политического режима в Румынии, в Болгарии, в Югославии, где было достаточно понятно, кто придет после окончания Второй мировой войны к власти, то в целом ряде ключевых стран эта договоренность оказалась весьма-весьма призрачной. Великие державы не смогли договориться, и, по сути, договоренность сводилась к тому, что мы посмотрим, как будет. Естественно, там, где встала нога советского солдата, где была зона освобождения территории советской армии, как будет, становилось понятно достаточно быстро. В 1947-1949 годах во всех этих странах к власти приходят коммунистические режимы, абсолютно ориентированные на Советский Союз. Происходит достаточно жесткое выстраивание этой системы. Причем изначально это выстраивание производится практически в ручном режиме внешнеполитическим отделом ЦК КПСС под управлением секретаря ЦК КПСС Жданова. Хорошо известного по Ленинграду, по блокаде Ленинграда. Он был переведен в Москву, и товарищ Жданов становится одним из главных акторов, происходящего в Восточной Европе. Естественно, при непосредственном руководстве товарища Сталина. В 1947 году создается так называемое Коминформбюро. Здесь надо напомнить, что в ходе Великой Отечественной войны Коминтерн, потерявший к тому моменту свое значение, был распущен, и теперь появляется его новая регенерация. Коминформбюро объединяет ведущие коммунистические правящие партии с целью координации их действий. В сентябре на первом совещании Коминформбюро Жданов произносит основополагающую речь, дающую установки всем правящим режимам в Восточной Европе, где говорит, что произошла жесткая поляризация мира, началось жесткое противостояние, мы должны быть готовы, и мы должны участвовать в этом противостоянии, мы понимаем, что нас разделяет, и мы готовы к новой реальности. К этому моменту практически во всех странах к власти пришли коммунистические режимы, была создана система, аналогичная Советскому Союзу. Эта система практически полностью калькировалась с политического устройства Советского Союза, где формально, где неформально фиксировалась лидирующая роль коммунистических партий, они могли по-разному называться, рабочие, коммунистические, от этого суть не менялась. И создавался политический режим, сходный с Советским Союзом. Причем за этим сходством четко следили советские военные специалисты, советские гражданские специалисты, получившие название советников. Эта система позволяла в достаточно сжатые сроки воспроизвести советский опыт в новых национальных реальностях и перестроить местную экономику. Потому что, как мы говорили, план Маршалла не был принят социалистическими странами, однако его непринятие означало принятие нечто совершенно иного. Построение новой социалистической экономики, предполагающей как национализацию, как систему построения планового хозяйства, так и переориентацию этих стран на Советский Союз и на прочное взаимодействие с друг с другом. Надо сказать, что большинство из этих стран, например, крайне развитая промышленная Чехословакия, аграрно развитая на тот момент Польша, были ориентированы, конечно, в первую очередь не на советский рынок, а на взаимодействие с тем, кто оказался по другую сторону железного занавеса. Это была колоссальная проблема для экономики этих стран. Чтобы решить ее, в 1949 году создается совершенно новая организация под названием Совет экономической взаимопомощи. Первоначально идеи, заложенные в СЭФ, распространялись даже гораздо шире, чем взаимодействие в рамках социалистического лагеря. На одном из совещаний учредительных СЭФа Сталин совершенно прямо говорил о том, что теперь в новых условиях будет иметь преобладающее влияние не столько военная сила, не столько политика, сколько экономика. Он ставил прямую задачу экономического сотрудничества стран СЭФа с Западом, проникновения на западные рынки. Говорил о том, что вот итальянские рабочие, как только он увидит, насколько хорошо мы сотрудничаем с Советским Союзом, имеется в виду Италия, он сразу поймет выгоды нашего политического строя. К 49-му году политическая система Восточного блока оказалась в значительной степени организованной, выстроенной. И тут можно сказать, что две сражающие армии холодной войны вышли навстречу друг друга для того, чтобы испытать свои силы, проверить друг друга, что называется, на прочность. Одна из первых подобных проверок прошла на территории, естественно, Германии, еще недавно бывшей фактором объединяющим. Теперь Германия становится фактором разъединяющим, фактором проверки сил двух систем. К 48-му году Германия в соответствии с соглашениями великих держав была разделена на зоны влияния. И в 48-м году в западной зоне влияния началась так называемая денежная реформа. То есть просто отмена старых денег и введение новой единой немецкой денежной системы. Это обернулось для советской оккупационной зоны, зоны влияния, колоссальными проблемами. Потому что весь поток денег, которые обменивали в западной зоне, а там были определенные лимиты на обмен, естественно, хлынул в восточную зону. Как ответ на эти действия советские власти выстроили жесткий барьер между двумя зонами. И начался так называемый Берлинский кризис. Советский Союз объявил о создании демократической Германии. Таким образом, в ходе кризиса в Германии с 48-49 года появилось два новых государства, признанное со временем в ООН ФРГ и ГДР, признание которого Советский Союз будет добиваться в течение долгих-долгих лет. Впервые великие державы, два блока, чуть не дошли до военного столкновения. Вот это вот чуть-чуть скоро перейдет уже в настоящее столкновение, только уже совершенно в другом регионе, в регионе Тихоокеанском. И получит оно название «Корейская война». Здесь надо напомнить, что Корея в ходе Второй мировой войны была оккупирована Японией. После падения Японии была разделена по 38-й параллели на две зоны ответственности – Северную и Южную Корею, которые, соответственно, контролировались, с одной стороны, Советским Союзом, наша любимая Северная Корея, с товарищем Ким Ир Сеном во главе. И Южная Корея тоже существует по сей день. Так вот, в 50-м году товарищ Ким Ир Сен, до некоторой степени под влиянием Китайской коммунистической партии, советских советников, решил объявить о том, что на него напали, и начать военные действия против Южной Кореи. Эти военные действия, естественно, тут же переросли во противостояние великих держав. Южную Корею напрямую поддержали Соединенные Штаты. С другой стороны, Северную Корею активно поддерживала Китайская Народная Республика, за которой стоял Советский Союз. В ходе Корейской войны великие державы вошли в практически прямое военное противостояние. Корея была наводнена военными специалистами, оружием, поставляемым своими союзниками. И это была новая реальность, когда на периферии Айкумина, на периферии великих держав, они практически в открытую меряются силами. Конец Корейской войны был воспринят в США как поражение, потому что не удалось, несмотря на достаточно серьезные юридические основания, ликвидировать коммунистический режим. Корейская война показала, что достигнут определенный баланс сил двух систем, и что теперь эти силы должны уже договариваться, находить общий язык и на неких международных площадках искать выходы, развязки из сложных узлов, из прямых военных противостояний. И в этом смысле можно сказать, что холодная война имела даже позитивное значение, потому что она учила переговорному процессу, что человечество в 20 веке уходит от истребления друг друга. Даже сейчас мы иногда задумываемся о позитивной роли холодной войны, о тех уроках холодной войны, которые нас чему-то, наверное, научили все-таки. И тем не менее, стоит ли вообще говорить о том, что холодная война – это плюс? Стоит ли романтизировать холодную войну нам, о сегодняшнем, которые, казалось бы, вышли из нее? Это очень сложный вопрос, и здесь надо несколько переменить вообще угол зрения и посмотреть на культурные процессы, которые происходили в этих странах в 40-е и 50-е годы. Холодная война, в первую очередь, это все прекрасно понимали, это даже не военное противостояние, это не противостояние даже экономик. Это война идей. Это, в первую очередь, война на идеологическом поле, а, значит, на поле культуры, на поле мыслей, на поле восприятия мира, на поле моделей будущего. И перенесение войны в эту сферу оказалось крайне опасным. В этом смысле, опять же, поразительным образом две системы действовали абсолютно схожими методами. Давайте вспомним одну замечательную фамилию. Маккарт. Это американский сенатор, по фамилии которого получила название политика, проводившаяся в США в 50-е годы и достигшая своего пика в 53-м году. Это политика маккартизма. Любой, кто был заподозрен в симпатии к левым идеям, изгонялся из американского госаппарата. И мало того, что это затронуло госаппарат, это затронуло культуру. Достаточно сказать, что, например, гениальный Чарли Чаплин был вынужден просто покинуть на некоторое время Соединенные Штаты и оказался объектом гонений как левый, чуть ли не как коммунист. Что сейчас вообще выглядит достаточно смешно. Где коммунизм, где Чарли Чаплин? Однако это показывает вот тот уровень борьбы и тот уровень неприятия идеологического противника, тот уровень зачистки культурного поля, который происходил в США. И почему мы заговорили о маккартизме в данном моменте? Потому что абсолютно идентичный процесс происходит в Советском Союзе. Конец 40-х годов в Советском Союзе – это время идеологических кампаний. Люди, знакомые с советской культурой, сразу вспомнят знаменитое постановление, инициированное Ждановым о журнале «Звезда и Ленинград», постановлении, где жесточайшей критике была подвергнута Анна Ахматова и Зощенко, практически сломавшим судьбу великого писателя и крайне негативно отразившись на судьбе Анны Ахматовой. Однако это постановление стало лишь первым камушком раскручивания очень серьезной идеологической кампании. Кампания, которая получила название «Борьбы с космополитизмом», с «Низкопосклонством перед Западом», и которая достигла очень серьезного накала после так называемого «дела КР». Здесь вкратце надо сказать, что «дела КР» – это «дела двух ученых, которые боролись с раком». Они считали, что они создали лекарства от страшной болезни, и мир должен обладать этим лекарством вне зависимости от политических убеждений, от причастности к каким-то лагерям. С согласия властей Парина передал рецептуру лекарства на Запад препарат, который был изобретен Клюевой и Раскиной, поэтому КР по первым буквам этих ученых. И, в общем, он не считал, что он сделал что-то недозволенное, что-то неразрешенное. Однако, вернувшись в Советский Союз, он тут же получил 25 лет заключения. В это дело вмешивается лично Сталин, и очевидно, что именно непосредственно под воздействием позиции Сталина начинается раскручиваться совершенно новая кампания. ЦК принимает постановления о так называемых судах чести, которые должны были проходить в каждом ведомстве, и которые должны были рассмотреть позицию своих сотрудников на предмет того, насколько они идеологически верны, не страдают ли они низкопоклонством, и вычистить всех, кто может быть заподозрен хоть в каких-то симпатиях к Западу. Эта кампания постепенно развивается, приобретает определенный антисемитский характер. Однако, вряд ли антисемитизм был в ней давлеющим. Это была кампания по такой национализации Советского Союза и по отрыву Советского Союза от европейской культуры. Железный занавес опускается в культуре, и мы это очень хорошо видим на всех взаимосвязях, на контактах советской культуры, советских людей с европейской культурой. Если мы говорим о том, что Холодная война научила, с одной стороны, находить общий язык в политике, научила нас переговорному процессу, то, пожалуй, вот этот самый главный результат первого этапа Холодной войны в сознании, в культуре, это то, что вырывалось ров непонимания между людьми. Люди переставали вообще знать, понимать друг друга. Мы стали видеть в противники марсиан, а не таких же людей, как мы, которых мы знаем, язык которых мы понимаем, культурный код, которых нам знаком. И вот этот вот разрыв между мирами – это то самое страшное, что сделала Холодная война в нашей культуре и в нашем сознании. Спасибо за внимание, изучайте историю, это всегда безумно интересно. А у меня всё о Холодной войне на сегодняшний день. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok